Сегодня начинается новый учебный год и сотни первокурсников узнают, чему на самом деле их будут учить в вузах. В том числе и на новом факультете Computer Science, который при участии Яндекса открылся в вышке. В то же время среди наших коллег есть и те, кто окончил театральный институт или, например, вовсе не получил диплом. Но это не мешает им писать код. Так что мы решили спросить наших коллег, а нужно ли программисту вообще профильное образование? Если под профильным считать именно программистка, то, наверное, не обязательно. У меня здесь шкурный момент, потому что у меня его нет. Я физик по образованию. Но профильное образование, в том смысле, люди должны учиться программировать, мне кажется, такое не нужно. К нам приходили довольно регулярно люди на собеседование. Один из них пришел и говорит, а я, говорит, единственный человек, у которого профильное образование, ну, в смысле, у которого образование программист. Я говорю, как единственный. Он говорит, ну так, ну, вы на самом деле посмотрите, что у людей написано там в дипломах и так далее. Ни у кого не написано программист, а у меня написано. Я говорю, почему? Потому что я закончил ПТУ. Когда-то я учился в институте. У нас специальности прикладная математика. Я туда пошел, потому что я думал, что, ну, здорово, математика прикладная, наверное, меня научат, программы писают. Нет, не научили. Само себе программирование – это очень простая вещь. То есть любой человек может научиться программировать сам по книжке за два месяца. Стоит разделять образование как концепцию передачи знаний и обучения и образование как диплом. Вот как бы я бы сказал, что знания программистам нужны, а диплом на самом деле особо ему не нужен. Я знаю людей, которые заканчивали, например, экономический факультет или какие-то гуманитарные факультеты, и при этом они являются отличными программистами. Большую часть своих знаний программист, конечно же, получает в процессе самообразования. Тем не менее, профильное образование позволяет получить все то, что позволяет получить любое другое образование. То есть, в первую очередь, правильные связи, правильное знакомство, умение общаться с людьми своей профессии, что тоже очень важно, и представление о том, как устроена жизнь в индустрии. Мне нравится, когда у программиста хорошее фундаментальное образование. Какое-то естественное научное образование, оно, мне кажется, полезное, оно заставляет правильно работать мозги. Когда у людей есть какой-то общий знаменатель в виде профильного образования, им проще говорить на одном языке. Да, конечно, образование профильное, оно чем-то помогает. Оно позволяет получить опыт в разных областях, которые внезапно могут казаться полезными. Но это абсолютно точно необязательный фактор. Но тебя, твое отсутствие образования будет держать, ты не сможешь подняться выше и делать какие-то вещи более глубокие. А те программисты, которым интересно что-то новое изобретать и анализировать, им нужно как раз на компьютер-сайенс науку изучать? Анализ данных, да. Анализ данных – это замечательно. Это правда, что люди, приходящие, например, в школу анализа данных, это эпические люди, которых здесь отрываются руками. Школа анализ данных – это больше, наверное, математика. Причем это такая математика, которая очень специфическая, которая нужна, на самом деле, для таких вот серьезных проектов, опять же, тех, которые делают в Яндексе. Эта проблема, которую Шат решал в свое время, это как раз то, что приходили ребята, у которых с математикой все прекрасно, и, может быть, даже они знают много того, чего никогда не пригодится, а вот опыта программирования никакого, алгоритмов знания никакого, и всему этому нужно было доучивать. Вот сейчас создали новый факультет вышки, факультет компьютерных наук. Тоже, я думаю, что очень перспективное начинание. Это очень важно, потому что, да, конечно, какой-то небольшой процент людей сможет образоваться самостоятельно, но для того, чтобы создать массовую школу, нужно, конечно, иметь серьезные центры, где это образование выстроено просто вот специальным образом. Текущий Яндекс, мне кажется, похож на то, что он сделан людьми, у которых нет профильного образования программистов, и им просто программирование очень нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.